Крым обозначен неопознанный регион Оттуда много, кто смотрит меня И стоит, по-моему, Крым среди тех, кто смотрит меня на четвертом месте Но он, однако же, все равно идет неопознанным регионом Что такое Крым сегодня? Вы кричали и радовались в 2014 году Ну, может быть, я была единственной, кто не радовался Потому что знала Во-первых, о том, что Крым будет вот так колошматить в 2014 году Я знала еще в 2011 году То есть мне об этом было сказано Я не была удивлена Потом, что в Крыму стоят базы Для чего-то тренируются ежедневно И они скрываются И их очень много баз в Крыму стояло Военных баз Это не были украинцы, нет Они даже под манджахедов одевались И ходили в своем лагере И даже в лагере был американский флаг вывешен Это в центре Крыма Такое было И химические лаборатории стоят в Крыму О чем я неустанно пишу с 2011 года Что в Крыму хим-лаборатории И только сегодня на странице что-то выливается Я об этом неопознанном регионе Вы понимаете, когда регион неопознан Когда регион никем не признан Да с ним можно делать все, что угодно Ответственности нет ни перед кем Что бы сегодня ни сделали в Крыму Да хоть вообще полная депортация произойдет Не перед кем отвечать Закона нет Он международным сообществом не принят Крым не признан Итак, Москва 8 марта РИА Новости Комитет Палаты представителей США По иностранным делам Единогласно одобрил законопроект Запрещающий Белому дому Признать присоединение Крыма к России Согласно тексту законопроекта Вашингтон не признает Де юре или де факто Российский суверенитет над Крымом А также над воздушным пространством Или территориальными водами полуострова Так документ запрещающий Государственным органам США Предпринимать действия Предполагающие признание Крыма российским При этом в тексте Содержится исключение для президента Он сможет нарушить это правило Если это будет отвечать интересам национальной безопасности Речь идет о американском президенте, как вы понимаете Если инициативу одобрят обе палаты Конгресса США Она будет направлена на подпись лидеру государства То есть Трампу на сегодняшний момент Крым вернулся в состав России После проведенного в марте 2014 года референдума На котором подробное решение поддержали 96% жителей республики В Кремле подчеркивали, что крымчане выразили свою волю Демократическим путем В полном соответствии с международным правом По словам Владимира Путина Вопрос Крыма закрыт окончательно Закрыт ли вопрос с Крымом Только потому, что это сказал президент России Нет И даже в Кремле не уверены И даже в Кремле постоянно идут переговоры и разговоры на эту тему Крым, он даже оказался не подвластен То есть Крым-то отхватили Проголосовали, да Но Крым оказался не подвластен Ни какому-то козаку, который приезжает туда, в Крым Пытаясь нагнуть и подогнать под себя Да никому Единственное, чем можно Крым подчинить себе Так это большими вливаниями денег Как в Чечню в свое время Туда наполняли деньги И президент Чечни Рамзан Кадыров Конечно, он лучший друг сегодня Владимира Путина Он допущен до тела Владимира Путина Он один из немногих Кто так может дружить с президентом России И этим же хотел воспользоваться Тем же самым путем Той же дорогой пошел и Аксенов Он просто выскочил из подчинения У Кремля Да не захотел он подчиняться Кремлю И как бы там ни кричали ФСБ А это было с 2014 по 2019 год 5 лет подряд Особенно первые 3 года ФСБ кричало Да вот, да мы Да как только, да мы Ну и что случилось? Да вы Ничего не случилось ФСБ это Ну это, собственно говоря Собачки на поводу у Кремля Что они могут сделать Без указания Кремля Ничего Если сегодня Аксенов Не просто там плевал на ФСБ Или не боится Но он и Кремля-то не боится Как оказалось А почему еще Крым находится Якобы, ну, в составе России, да? Он находится только потому Что Аксенов начал доить Кремль Как доили на Кавказе Так сегодня доят и в Крыму А почему бы нет? На одну букву начинается На букву К Так почему бы не подоить? Во всяком случае Аксенов не подчиняется Кремлю И не собирается подчинять Вы посмотрите, какие миллиарды Рублей брошены были На строительство моста И дороги Но мост, ладно, это Ротенберг А дорога это Аксенов Федеральная трасса Да еще с ее ответвлениями Это все ведение Аксенова Это его деньги Он себе берет деньги Огромные миллиарды Вы что думаете, Кремль требует отчета? Нет, там идет просто договор Сколько отдадут Аксенову и все И никакой подотчетности не существует Подотчетность только между Аксеновым И теми конторками, которые занимаются строительством Но Аксенову ведь выгодно, чтобы строительством занимались Свои крымские компании Ну или около крымские Которые будут за копейки работать Он может не платить по три месяца Да может вообще не заплатить Если ты что-то не так сделал Или ему показалось не так Во всяком случае Аксенов там царь и бог Он набирает силу Но надо учитывать, что Аксенов это офицер ГРУ Главного разведывательного управления Министерства обороны Российской Федерации То есть он офицер Несмотря на то, что да, он бандит То есть сначала он был бандитом А потом среди бандитов ГРУ делала ставку И сделали ставку на Аксенова И его вели Именно поэтому он стал главой у Крыма Но не потому, что он умный И не потому, что он кто-то там А потому, что ГРУ так решили Но не было более активного умного парня Но в Крыму, что не бандит, то дурак А ставку-то делали на бандитов И поэтому среди этой бандитской среды Ну конечно же определили Аксенов вроде как и не дурак Но не Анатолию Жемогилеву Тот вообще алкаш полный И наркоман Который на кокаине сидел постоянно Ну как можно ему что-то дать руководить Крымом? Нет, это было уже невозможно Пусть старик себе спивается там в Коктебеле На улице Ленина, 122 И занимается распространением наркоты По всему Крыму Это отдали ему Вы что думаете, ФСБ и ГРУ не знают об этом? А Следственный комитет? Но Следственный комитет здесь вообще ни при чем Он выполняет только указания Он сам не принимает никаких решений И поэтому старика Анатолия Могилева Отправили на покой Пьет алкаш, да И с утра его можно встретить В 6 утра с бутылкой водки Он иногда всю ночь пьет Ему не спится Ему убиенные им дети Не дают покоя Они конечно все вокруг него Все жертвы Убитые им Они стоят рядом Вот что такое Экс-глава Крыма Анатолий Могилев И кто об этом говорит? Только одна Таня Карацуба Сейдбургхан Наследница Крымского ханства Да? Почему я должна это скрывать? Или почему я должна Этого бояться Сказать вам Что я наследница Крымского ханства И город Карацубазар Это мой родной город Моих предков Которых выселили Нет, это было Не в депортацию Друзья, это было До того До депортации Это было Гораздо Раньше Когда Крым Подчиняли И делали Российским И вот тогда Конечно все приходит В упадок И золотая орда Пришла в упадок И предки мои Ослабели Ну что же делать? И теперь Я могу только Иногда проезжая По Крыму Говорить А вот это Наши поля А это Наши луга Ну это шутка Конечно Как вы понимаете Потому что мы живем В то время Когда другие Захватили власть И очень давно Захватили Не сегодня И не во время Революции А еще В конце 19 века Власть была Перераспределена Власть захватили Те Кто сегодня Стоит у руля Власти И их Дети Внуки Правнуки Сегодня правят Народ Наивно верит В выборы Какие выборы? Постоянно приходят Те Кого назначают Никогда Никаких выборов Не бывает Ни в одной стране мира Вы запомните это Ни в одной стране мира Вам в любом случае Дают Двух кандидатов Или трех кандидатов Но те Которые Причастны К Крови Черного Интернационала Это их Потомки Это их Правнуки И они сегодня Правят А вы думаете Кто вами управляет? Что касается Крыма Здесь вообще Ситуация очень И очень Зыбкая И тайной Покрытая Вся ситуация Вообще Территория Крым Это очень Спорная территория И никак нам Вообще Жителям России Народам России Никак не откроют Настоящую Суть-то Договора Кучук-Кайна-Джирский Договор 1774 года 1772-1774 год Когда Крым Был Вассальной Территорией Турции Османской Империи Но Турция Подтверждает Свои права Что она Продолжательница Османской Империи Османская Империя была Велика Турция Сейчас Мала Но Однако же Она Продолжает Иметь в вассальной Зависимости Крымскую Территорию То, что Вошли туда В 2014 году Зеленые Человечки Ну это же Спектакль Разыгранный Для каких-то Определенных Нужб Ведь Крым Крым До сих пор Не подписал Не ратифицировал Договор О входе В состав России Не ратифицировал Потому что Это Неправомочно Россия Да Подписали Да Хоть что Значит Та подпись С российской стороны Если Крым Не относится К России Скажите Зачем Этот цирк И спектакль Ведь люди верят Что Крым Вошел В состав России Но Крым Не может Войти В состав России Именно Этого Никто Никогда И не Рассказывает Крым До сих пор Является В восстальной Зависимости Турции Османской Империи И вот Жириновский Однажды Сказал Что если Турция Поставит Перед Европейскими Институтами Вопрос О возвращении Крыма То юридически Она Подтвердит Свои права На него Речь ведь Идет О действующих Международных Договорах А в них Написано Что как только Над полуостровом Будет спущен Российский Флаг Он должен Отойти К Турции Что это значит Вот значит Почему Хрущев Отписал Крым Украине 1954 1954 Год Подарок Кому-то Был Кто был Рожден В этот Год 1954 Год Сделали Такой Подарок Крым Отошел Вот тогда Крым Отошел Снова Пошел Под юрисдикцию Османской Империи Вот когда Нужно было Бить в колокола А то что потом Он был просто Украинским Ну так это просто Украинский Был А то что там Властвовала Рука Эрдогана Об этом вам Никто не скажет У меня есть Информация Об этом Посмотрите Мои видеоролики Где я говорю Нефтигил Крым Посмотрите Видеоролики На эту тему Где говорю о том Что Крым Эрдоган отдал Своему сыну И это Вотчина Деляла Эрдогана Это его Надел Удел Как положено В султанских В ханских Семьях Ему дали Вотчину И он Ею Правит А кто там Сидит вместо него Но он не собирается Садиться и править Он слишком Высоко Стоит Да он приезжал В 1996 Или 1995 Году Он приезжал Смотреть Свою вотчину Это тогда Когда отец Ему подарил Крым А вы все думаете Что вы Входите В состав Российского Государства Спросите У Аксенова Подписанный им Документ О входе В состав Крыма Уже когда он Был действующим Премьером Крыма Спросите Нету Этого документа Нету То что он Подписал Когда-то И какой документ Мы тоже не знаем Их было 4 документа Когда подписывали Все эти Люди Люди Которые Не обладали Властью Тогда Которые Приехали К Путину В Кремль И кулаками Размахивали Да Но они Тогда не обладали Никакой Властью От лица Кого От частного Лица Это были Подписаны Договора И мы Не видели Где Все 4 Подписи Крымских Парней Стояли На этом Договоре На одном Единственном Мы не Видели Такого Договора Даже Такого Нет А уже Когда Аксенов Стал Премьером То здесь Он уже Он не стал Подписывать Договор Он остался Под Османской Империей Именно Поэтому Свободная Зеленая Зона Между Крымом И Стамбулом До сих пор Многого Люди Не знают Многого Люди Не знают Потому что Наверное Ну Не то что Не хотят Знать А хотят Чтобы им Разжевали И положили В рот А кому Это нужно Укладывать Вам В рот То Вам Сказали Крым Российский Вспейте Жители Багдада В Багдаде Все спокойно А то что Крым Относится До сих пор К Османской Империи По договору Да Когда он 1954 Году Спустил Российский Флаг То в это Время Автоматически Он вошел В состав Османской Империи И с этих Пор Там Правит Османская Империя Да Что там Базы Российские Что там Там Агавки Или какие-то Ракеты Это ничего Не значит Он входит В состав Османской Империи Хоть кричите Вы Хоть Упивайтесь Вы Своими Рассказами О том Какой Крым Мощный И какая Там Российская Армия Мощная Он Вассал Османской Империи И поэтому В Крыму Как было Я хочу сказать Хотела сказать Такое слово Некрасивое Но не буду говорить В общем Крым Как жил Плохо Нище Так ему И положено Так жить Отдали Сейчас На откуп На разграбление Да не все Ли равно Белялу Эрдогану Что там Делается В Крыму Вочине Они платят Ему дань Он что хочет То и делает Там Но сейчас Вроде как Россия Там пытается Что-то договориться Путин Стул кидал Эрдогану Но это Все Смешные Потуги Стул-то кидал Почему Потому что Эрдоган Не отдавал Крым Все очень просто Вводи ты туда Свои войска Или нет Крым как был Османский Так он и остался А то что повесили Там какой-то Флаг не Османской империи А Российской Да Тем кто стоит Наверху Выше Путина Главой Османской империи Да им вообще-то Пофиг На самом деле Какой там Флаг висит Самое главное Что это его Вотчина И он это знает Что это Вотчина Османской империи Плюйтесь вы Не плюйтесь Надо знать вопросы Берите Изучайте Эти вот договоры Кучук-Кайнаджирский Договор Смотрите его 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 никто не отменял Международное право До сих пор Действует Делили тогда И тогда были поделены Все земли С тех пор Пересмотра договоров Не было А то что там внутри Дети в песочнице играют Ну так большим дядям От большой политики Плевать им Самое главное Они получают свое Они дань получают Да С Крыма Они получают Оброк А что вы делаете Вы платите налоги А что такое налог Это оброк Барину Я Таня Карацуба Сеидбурхан Задумывайтесь люди Над тем Как вы живете